Поход, что когда ты пишешь программу, программу должен компилировать или интерпретировать компьютер, а не твой коллега. Потому если ты напишешь «unless» и «условия», мозг сработает, лучше обработает условия сравнения, чем «не равно», мне так кажется. Возможно, когда ты программируешь достаточно долго, ты это уже не разбираешь, что происходит автоматом. Но все-таки, когда ты воспринимаешь, читаешь текст, исходный код, тебе проще прочитать «unless». Особенно, если начинающий изучает язык. Да, и звучит оно так, типа, выполняешь «unless», там… А в комиссару «unless» что-то там? Да-да-да, это же то же самое, как если писать не «unless» что-то там, а «if» в «знаю в воскресенье» что-то там. Ну, звучит так. Нет, это прекрасно. Здесь не должно быть споров, это чисто вкусно. А сначала вся эта комбината будет везде, а потом… А потом привыкает к хорошему. Ну, здесь вот уже. Что интересно, условная конструкция, она возвращает результат. То есть переменная «res» вернется один из результатов, ну, там, где сработают условия, вернется результат сюда, «res». Тоже очень удобно. Терминарные операции. Как бы не очень. Я встречал, как бы, опытных программистов, которые не любят терминарные операции. Я не знаю почему. То есть мне, наоборот, нравится компактная запись. То есть в одну строку можно записать такое условие. И еще так же терминерная операция. Возвращая результат, то есть точно так же можно написать «res», «равно» и проверить «condition» и «тручно» или «fold» сервер. На практике довольно часто, если использовать Rails, встречаются на вьюхах, когда мы хотим, например, присвоить какой-нибудь класс чему-нибудь. Там, например, четная, нечетная, ну, четная, нечетная ящейка — это такое, оно есть и так. А, например, там, «мужчина-женщина» — поменяйте клон по кнопкам. Ну, как раз-то, наверное, операция. Чуть меньше, чем везде. Да. Фактические операции. Тут все понятно, единственное, что я бы добавил. Есть такая штука — «x» и какое-то выражение. Да, здесь очень удобно, то есть когда у вас вместо того, чтобы проверять сначала засанено что-либо переменное «x», а потом выполнять присвоение, это можно делать сразу под острый. И точно так же можно сделать, кажется, персал. Ну, ладно. Можно проверить? Кейсы. 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 Кейсы в данном случае — это аналог. Многоусловная конструкция кейс. Многоусловная конструкция кейс. Ее можно записать в таком виде. Да? — это аналог. — это аналог. — и тоже каждое выражение в грубе имеет твое треугольное. В результате можно присвоить какой-то перемену. Тоже очень сильно сокращает код. В данном случае здесь у нас входит переменная и она сравнивается с каждым кейсом здесь. Дальше мы будем говорить о особенностях этой конструкции. Здесь допустим с рейнджем он будет проверять входит ли в этот рейндж. Здесь если это просто какой-то объект, он будет сравниваться с этим объектом. Здесь он будет, опять же это у нас рейндж, будет проверять входит ли в этот рейндж. А в верхнем примере там условия может быть, может не зависит от A? Там не указано просто A? Да, там A нет. Здесь, то есть это аналог вот этой if-else конструкции в области. Чем вы включаете рейндж? А закрытый диапазон? Открытый диапазон. Нет, первая сигнала включается всегда, кстати. Первая сигнала? Ну конец. В принципе не включается. Не включается. Инфинити это константы на три класса? Еще раз. Инфинити константы на три класса? Да. Инфинити константы на три класса? Ну, наверное, во всех языках есть такое понятие как метод. Наверное, во всех объектах на три класса есть метод. То есть это кусок хода, который выполняет статус. Передаешь параметры, он будет что-то выполняет. И возвращает результат. Еще хотел бы добавить в методе последний результат вычисления возвращается как результат метода. То есть вам не нужно написать ритуру. Потому что это удобно. Последняя строка возвращается? Да. Последняя строка, а последние вычисления. Последнее вычисление возвращается. А если нужно вернуть несколько значений, то, например, врат объект? Нет, просто ритуру и список. А, то есть можно написать ритуру. А если не писать ритуру, то просто последний? Да. Да, ритуру просто явно возвращается. Да, явно возвращается. Это конструкция передачи аргументов в метод с значениями по умолчанию. Причем в этом списке эти значения по умолчанию должны быть в крайнем конце. То есть вы можете первый аргумент передавать без параметра значения по умолчанию, но следующее, то есть они должны быть всегда в конце. То есть здесь вот, если я хочу добавить значение по умолчанию, оно должно быть здесь. Здесь такая есть хитрая конструкция, называется сплет оператор. Он означает, что он берет набор и список чего-либо. И здесь вот показано, что эти аргументы, которые мы передаем в его метод, они как бы, ну, работают, метод с ними работает как с массивами. И здесь вот видите, он имеет несколько элементов массива. То есть он первый берет какие-то личные элементы, а второй берет как массивы. Да. То есть вот это мы говорим, что вот мы определяем аргумент, он берет вот этот список. То есть из этого списка он берет первый элемент. А когда есть у нас этот оператор, это означает, что весь этот список попадает в этот массив. И вот здесь вот покажено, что... Здесь вот работа со сплетом... Вот кстати, там ошибка... Можно все-таки, если есть начальное значение, ну, метод по уровня метода, то можно его не последним ставить, а предпоследним. Ааа, может быть, были последние, это новая версия. Да, сукроварайд, вруди. Да, понятно. Ну, здесь вот, работа со сплет. А как он соединяет, если... Ну, понятно, когда это в предпредпредпредпредпоследний, А так он определяет длину структура, структура переменной, если на следующий середине. То есть есть первая и последняя. Я думаю, что он берет как первый и последний, а все, что между ними, то и больше. Я могу сказать, что, например, поставить плату второго власта еще, но власта она считает два от конца. Вот тоже интересная штука. Наверное, когда-нибудь вы увидите в, по-моему, классе. Тут, допустим, у нас есть класс. И вы встретите такую конструкцию. Вот такой оператор. То есть это означает, что все аргументы, которые вы передадите при создании объекта, они попадут сюда как аргумент. И без вам не нужно беспокоиться.